Поехали! Казалось бы, ну что тут сложного? Стучишь себе ложками под музыку, вот тебе и весь секрет игры на русском инструменте. На самом деле это настоящее искусство. Сложное, необычное и даже травмоопасное. Без мозолей на пальцах и синяков на ногах со сцены не уйдешь, уверяют музыканты. Вот так вот ни в коем случае, вот так вот не набить. Звук глушится сразу? Ну я убью. Вот по этой части ложки набить, вот по этой. Честно, больно на самом деле. Да, больно. Я поэтому ложки полегче предпочитаю. Сидики страшно добиваются, да. В этом плане не очень комфортно. Чтобы научиться играть на ложках, необходимо иметь особый слух, а еще ловкие пальцы. Ведь участники ансамбля порой одновременно держат в руках по четыре, а то и больше ложек. Причем не просто держат, а виртуозно ими владеют. Справляются далеко не каждый, поэтому в коллективе только самые лучшие. На то он и образцовый. Это как ритм, как ударник в группе. Тоже нужно соблюдать все меры и звук, быть похожим на остальных в группе. Бывает, ложки ломаются, бывает, что-то выскочит, выскользнет. Но от волнения все бывает чаще всего. Расписные, дубовые и даже кокосовые. На каждый вид ложки свой герой. Одни предпочитают обыкновенные, из сосны, другим подавай дубовые. Они потяжелее, их в руках держать удобнее. Да и звук у них особенный, такой русский и неповторимый. Мне кажется, что ложки – это просто русский дух пропитан, в ложках весен. И когда выезжаешь, видишь игру на ложках, сразу понятно, что это русские играют. Святослав Дуркин – самый опытный в ансамбле. В почетных ложкарях он с основания коллектива, то есть уже 11 лет. На русском инструменте играть начал еще в пять. Впрочем, как все начиналось, давно не помнит. И хотя в юноше опыта хоть отбавляй, во время выступлений все равно волнуясь, признается Святослав. Говорит, во время концерта из рук часто выпадают ложки. Бывает, бывает. Очень много раз. Я не знаю, что делать, но как-то выкручиваешься с этой ситуацией. Для образцового ансамбля выезд за границу далеко не первый. В прошлом году они были в Болгарии. В этом – в Италии, Франции и Испании. В последние стали лауреатами первой степени на международном конкурсе. После выступления ложкарей публика буквально ликовала. И хотя жюри их оценило не по максимуму, приз зрительских симпатий бесспорно был завоеван талантливым коллективом из Тельвиски. И там был такой интересный момент, что все поощряли, ну, дипломаты, те, кто победили, там, лауреаты первой, второй, в разные номинации. И потом у нас спрашивают, как вы считаете, кто гран-при заслужил? И нам было просто приятно, что все зал сканировал, что ложкари. Сейчас ребята готовятся к очередному выступлению. Оно пройдет в Архангельске, а уже на следующий год ансамбль «Ладушки» ждут на Мальте. Поэтому впереди упорные репетиции и новые постановки, которые в очередной раз покорят тысячи сердец. После небольшого мастер-класса ребята согласились взять меня к себе в коллектив. Правда, сказали, что играть у меня пока особо не получается. Впрочем, задатки какие-то да есть. Ну, действительно, во время вступления чувства непередаваемые. От звука бьющихся ложек мурашки идут по коже. Я думаю, что, может быть, через пару месяцев все же не получится оказаться среди них. Самая северная епархия Русской Православной Церкви – Наринмарская. День ее рождения – 27 декабря 2011 года. В состав епархии входят Лешуконский и Мизенский районы Архангельской области, Новая Земля, Земля Франции Иосифа и Ненецкий автономный округ со столицей городом Наринмаром. Богоявленский храм – духовный центр нашего города. Его строительство началось в 1996 году, а в 2005-м состоялось Великое освящение. Такие храмы строили только на севере Руси. Его высота – 35 метров. Общая вместимость – 250 человек. Ни для кого не секрет, что во время служб храм не может вместить в себя всех желающих. И речь о строительстве нового идет уже очень давно. 28 февраля 2014 года в Москве состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участниками патриаршего проекта «Русская Арктика». Именно тогда архитектор Иван Поляков представил проект «Арктический собор», которым с благословения епископа Наринмарского и Мизенского Якова занимается уже больше года и в рамках которого планируется строительство духовно-просветительского центра и кафедрального собора Наринмарской епархии. Ради работы на севере профессионал даже оставил свое архитектурное бюро в Санкт-Петербурге. Я сказал, ребятки, все, извините, я оставляю, все, и у тебя Дуринмар. Не всех уволил, часть людей у меня осталось работать, но я общаюсь с ними по скайпу, работаю. Здесь будет открыто под этот проект архитекторское и строительное бюро. Успенский кафедральный собор будет построен из современных материалов. Новые технологии в нем будут сочетаться с русскими традициями. Собор превысит как в размерах, так и по высоте Богоявленский храм, обеспечит оптимальную вместимость и станет частью соборной площади. Площадь объединит всю полноту государственной и духовной власти, придаст завершенность центру Наринмара. В состав комплекса духовно-просветительского центра войдут воскресная школа, школа-юнг, конференц-зал, выставочный зал, библиотека и трапезная. Духовно-просветительский центр будет служить, как явствует из его наименования, просвещению наших людей, духовному образованию, тому, чтобы истинной веры, благочестия, правды, любви люди могли обретать здесь в самых различных форумах, и в общении со священниками, и в общении с теми, кого мы будем приглашать с большой земли, и в культурных программах, и в выставках. Средоточием духовно-просветительского центра по нашим замыслам, дай Бог, чтобы они воплотились в жизнь, станет музей русской Арктики. Строительство музея станет первым этапом работ. Он начнется в ближайшее время. Весь комплекс по плану появится через три с лишним года. Предстоит много работы. Будет снесено старое здание больницы, возможно, перенесена остановка общественного транспорта. Активное содействие проекту оказывает и архитектурный отдел нашего города. Собор в любом городе является его центром, его вертикалью, его духовной истиной. Любой город, мне кажется, наш город еще юный, потому что в нем еще не дозрели до такого собора. Я думаю, что это обязательно должно быть, и в любом случае это украсит город. Арктический собор станет памятником первопроходцам русского севера. Он станет главным монументом столицы русской Арктики и будет нести спасительный свет христовой веры народам Заполярья. Съемочная группа телеканала «Север» готовит серию документальных фильмов про Нинницкий округ. Съемки проводились зимой и весной, а сейчас группа вернулась из экспедиции по реке Белой. Каньон Большие Ворота, Каменный город, страна идолов и застывших нинницких богатырей. Балванская сопка – священное место для коренных народов. Сопка-балванка такая есть, оболванивает людей. Если там что-то, к примеру, не оставить, то можно заблудиться когда-нибудь. То есть там оставляют люди хоть конфетку, хоть крючок, спички, патроны, кое-что есть. Каменный город – сторона духа. Громко разговаривать, что здесь нельзя. Ругаться нельзя, ругательных слов говорить нельзя. Иначе что-нибудь может произойти, к примеру, по пути. Заповедный уголок окутан тайнами и мифами. Белые останцы известняковых скал предстают то в виде сказочных персонажей, то в виде загадочных существ. Многочисленные пещеры и гроты дополняют таинственный мир каменного города. Три дня сплава по Белой оказались почти отдыхом по сравнению с зимней экспедицией. Она проходила в рамках полярной дыхания Арктики. Путешественники отправились на снегоходах к побережью Северного Ледовитого океана. Путь прошел через Тапседу, Сенгейский, Вельт, Индигу, Ваучейский, Коткино, Виску, Лабожское и Устье. То, что мы увидели там, как бы, вот эти ребята, которые со мной ехали в этом путешествии, так скажем, в таком экстремальном экспедиции, они очень поражались простором, который я им показал. Причем это белые просторы, снежные просторы. Погода меняется на дню несколько раз. И они увидели, что в этом краю, вроде как безмолвном, жизнь кипит. На Тапседе живет один Василий. На рубеже нашей Родины он делает свою работу. Пусть она нужна только ему. На Сенгейской метеостанции живут два человека и делают работу для всего мира. Смотритель маяка в Индиге. Может, этот маяк уже и не нужен никому, но он старается поддерживать его, ухаживает, сторожит. Все встречи с такими людьми вошли в сценарий фильма, который снимает ненецкая телерадиокомпания по заказу председателя Союза оленеводов Владислава Ваучейского. Фильм изначально задумывался мной, как показать тот мир, частью которой я являюсь. То есть земли, на которой я родился. То, что идея пришла разбить на сезон, что он действительно сезонный, этот мир. Каждый сезон по-своему прекрасен. Я хочу показать красоты моего края, людей, которые в этом краю живут, какой бы он ни был, суровый, холодный, дикий. Здесь живут люди. Люди и земля. Главное то, что здесь есть. Съемки осеннего сезона планируются в предгорьях Урала, озера Балбанты и на Пымбашоре. Всего планируется снять четыре документальных фильма. Субтитры создавал DimaTorzok